мир всем сегодня наконец выдалась нормальная погодка то все дожди шли до этого жара стояла кроме как на тренировке ни на что уже не хватало, поэтому сегодня я наконец выбрался решил записать то что обещал по поводу питания сразу оговорюсь питание эта тема очень такая обширная и одним роликом здесь конечно же не обойтись все охватить невозможно, к тому же есть такой фактор как индивидуальность, индивидуальная непереносимость чего-то и много еще чего поэтому я озвучу такие общие наиболее важные моменты и уже исходя из них вы можете строить свой рацион во время тренировочного процесса питание, как и тренировочный процесс тоже имеет свою периодизацию поэтому надо понимать, что в период подготовителя, например, который обычно начинается где-то с декабря месяца после отдыха и дальнейший там базовый период это одно питание, когда у вас начинаются уже интервальные какие-то тренировки более серьезные, более интенсивные там уже другое питание и наконец, когда вы включаетесь в гоночный процесс это еще одна разновидность питания поэтому озвучивающие моменты первое, белки и белки это основа питания и в целом всегда это будет 25% от всего рациона ну плюс-минус так и если, допустим, подготовительный или базовый период можно ограничиться одним граммом белка на килограмм вашего веса то уже в период инсивных тренировок там уже полтора, а то и два грамма на килограмм тела надо употреблять белков какие белки употреблять? белки лучше всего все-таки животного происхождения потому что они так или иначе лучше усваиваются, чем растительные но и растительные белки тоже не возбраняются вообще белок это самый такой ингредиент, который чаще всего недополучают спортсмены потому что бывает трудно включить в рацион или просто даже бывает трудно съесть такое количество, допустим, мяса или яиц или что-то высоко содержащее белок но тем не менее пренебрегать этим нельзя ибо белок это прежде всего строительный материал для ваших мышц также это источник железа далее магния второе углеводы углеводы, как известно, вы, наверное, все знаете делятся на длинные, короткие или так называемые быстрые примерную таблицу некоторых продуктов питания, их гликемического индекса вы можете видеть в приведенной таблице углеводы в тренировочном процессе играют просто огромную роль количество углеводов также варьируется от периода к периоду и здесь уже нет такой стабильности, как с белками если, допустим, в базовый период углеводы надо употреблять поменьше, особенно быстрые углеводы и больше, так сказать, базироваться на более длинных длинной цепочкой, а более длинные углеводы то чем ближе, как говорится, к гоночному периоду тем процент содержания углевода в вашем рационе должен расти ну, где-то примерно, если скажем так в базовом периоде это 30% вашего рациона то в гоночный период это может доходить до 60, а то и 70% жиры, наверное, самый недооцененный вид нутриентов почему-то все считают, что жиры это такая очень вредная вещь от которой там только бляшки образуются, холестериновые всякие и все, жиры вообще нельзя употреблять не стоит забывать, что жиры это источник и очень такой обильный источник энергии, скажем так также они являются источником тестостерона и других гормонов необходимых так что жирами пренебрегать не стоит также не стоит забывать, что они способствуют усвоению таких витаминов как А, Д, Е и К без них эти витамины не усваиваются поэтому надо понимать, что жиры это важный нутриент в питании особенно спортсмена ну и наконец наверное, самый важный такой элемент это вода поговорим о воде что касается воды очень много ошибок допускают особенно начинающие спортсмены одни наслушавшись каких-то не знаю сомнительных начинают пить просто непомерно и когда надо и когда не надо и в результате как минимум это мешает просто полноценно тренироваться потому что она просто где-то у вас на желудке булькает и никак не усваивается вот это в лучшем случае а в худшем случае может вообще привести как ни странно к обезвоживанию в жаркую погоду потому что вы начинаете больше потеть еще больше терять солей и даже может закончиться все гипертермией другие же допускают другую ошибку просто вообще игнорируют воду или пьют ее крайне мало в результате тоже может наступить гипертермия если жаркая погода ну или как минимум теряется производительность если вы потеряли 2% воды в организме то вы потеряли 4% своей производительности вот и считаете а дальше все это идет по геометрической прогрессии поэтому употреблять воду надо часто небольшими по 1-2 глоточка вот но не излишествую и всегда обращайте внимание на жажду если хоть чуть-чуть появилась жажда значит надо пить просто в порыве там каких-то интенсивных тренировок и тем более в гонке частенько бывает так что человек просто не думает об своих ощущениях он думает только о гонке весь увлечен в процесс и забывает вовремя попить а это потом бывает аукается как минимум результатами на той же гонке ну и наконец поговорим о том собственно как пытаться непосредственно в тренировочные дни значит ну где-то за 2 часа до тренировки желательно конечно поесть что-то из медленных углеводов преимущественно процентов на 80 хотя бы также белок хорошо с утра усваивается но это в том случае если у вас есть время до тренировки чтобы нормально вот это вот поесть если же все-таки по времени у вас не получается то лучше выехать скажем так натощак но прихватить с собой пару гелей батончик и изотоники и по ходу уже тренировки это все закидывать в топку это конечно не лучший вариант лучше все-таки поесть перед тренировкой но как говорится если во времени ограничено это как бы выход далее второй период это непосредственная тренировка во время тренировки наверное все знают что в основном нужны быстрые углеводы потому что медленные углеводы белки жиры это все очень долго усваивается в ходе интенсивных тренировок ваша энергия в основном тратится на ваше движение и пищеварение замедляется поэтому такие вещи просто будут у вас болтаться в желудке и просто мешать вам работать поэтому только быстрые углеводы наилучший вариант это конечно спортивные гели там все содержится в нужных продуманных дозировках но если нет возможности то как там какие-то быстрые углеводы там я не знаю шоколадки какие-то может быть батончики злаговые третий и очень важный период это период восстановления в первые полчаса после сразу после тренировки его еще называют периодом суперкомпенсации в этот период лучше всего усваивается пища из быстрых углеводов и медленные углеводы можно тоже включать в основном это должны быть быстрые углеводы и восстановление лучше всего происходит в эти первые полчаса поэтому не пренебрегайте сразу выпивайте какой-нибудь спортивный напиток какие-нибудь тоже гели можно есть очень хорошие такие специальные восстановительные напитки в которых содержатся и белки и углеводы в нужных пропорциях можно выпить вот такой сразу спортивный восстановительный напиток и это поможет вам быстрее гораздо быстрее восстановиться следующий четвертый период это период равный по времени времени вашей тренировки то есть ну грубо говоря если вы 2 часа тренировались следующие 2 часа то есть сразу после тренировки 2 часа это период тоже более активного восстановления в этот период тоже еще быстрые углеводы Но уже подключаются и медленные углеводы То есть можно поесть там кашу, рис какой-то вареный, макароны какие-то Овсянка тоже как бы пойдет И, наконец, пятый период Все оставшееся время до следующей тренировки И вот в этот период как раз-таки максимально надо сократить потребление особенно быстрых углеводов Быстрые углеводы вообще надо свести к нулю Медленные углеводы тоже по минимуму И употреблять в основном белковую пищу и овощи Можно что-то из жиров тоже в рацион включать Ну и в заключении что хочу сказать Что все это, конечно, базовые принципы И вы на основе их уже можете строить рацион Но если вы стремитесь к каким-то серьезным результатам Все-таки к вам должен быть индивидуальный подход И так же как к вашему тренировочному процессу, так и к вашему питанию И здесь уже все это может вам в этом помочь Только либо спортивный диетолог Либо ваш индивидуальный тренер Который с вами работает Вот Ну Всем удачи Успехов на тренировках Хороших результатов До следующих встреч Всем мир!